Добрый день, друзья! Меня зовут Денис Борисов. Вы находитесь на канале fitfullife.ru и сейчас мы поговорим о том, как тренировать наши дельты. Сегодня я вам расскажу про такое важное упражнение, как тяга штанги к подбородку, именно с акцентом на развитие наших плеч. Дело в том, что я уже много раз говорил о том, что наши дельты выполняют две основных функции. С одной стороны, они отталкивают вес от тела, с другой стороны, они могут притягивать этот вес к нашему телу. Соответственно, для того, чтобы развить максимально большие дельты, нужно задействовать первую и вторую функцию. Первая функция задействуется в основном в различных вариантах жимов, в том числе и тех жимах, когда вы жмёте из-за головы. Ну, а вторая функция задействуется практически во всех тягах, либо в модификациях ваших тяг. И первым упражнением, которое приходит в голову по этому поводу, является тяга штанги к подбородку. В этом упражнении активно задействуется вот эта часть дельты, то есть средняя и задняя часть. Вторая половинка та, которая находится сзади. А в первых упражнениях во всех жимах задействована вот эта передняя половинка, а задняя половинка в тягах. Упражнение представляет из себя... Ну, сразу покажу, чтобы вы понимали, о чём мы говорим. Вот такое движение. Какие есть нюансы по технике? Прежде всего, поясница у нас, как всегда, должна быть прогнута, спина у нас должна быть прямой. Первый момент. Второй момент касается хвата. Упражнение можно делать узким хватом, можно делать широким хватом. Если мы используем узкий хват, у нас в работу больше включается бицепс и вот эти вот горбики, которые у нас находятся на спине, которые называются трапециями. Если ваша задача не тренировать трапеции, а тренировать всё-таки дельты, то для этого вы должны использовать более широкий хват. Давайте я вам сразу покажу, как это выглядит. Если мы берём узкий хват, так у нас работает трапеция, ну, более сильно подрабатывает трапеция. Если мы берём широкий хват, то так у нас больше работает дельта. Дыхание стандартное, выдох происходит на усилии. По поводу траектории движения штанги. Вы можете наклониться чуть-чуть вперёд, можете стоять прямо. В упражнениях на дельты я рекомендую вам наклоняться чуть-чуть вперёд. Для того, чтобы у вас нагрузка фокусировалась больше на дельтах. Чтобы эта нагрузка больше изолировалась, то есть уходила из других мышечных групп именно в наши дельты. Часто для того, чтобы реализовать подобную изоляцию, приходится поднимать штангу не вдоль тела, а немножко вперёд. То есть на небольшом удалении от своего корпуса. Смотрите. Мы можем тянуть вдоль корпуса, соответственно, наши мышцы, наш корпус будет мешать движению штанги. Либо мы можем тянуть штангу немножко в удалении от нашего корпуса. Вот таким образом. Соответственно, при подобной технике дельты сокращаются лучше. Следующий принципиально важный момент. Во время выполнения этого упражнения, если вы хотите, чтобы у вас работали именно дельты, важно думать не о дельтах, а о локтях. То есть наша задача во время этого упражнения опустить плечи как можно ниже, а движение осуществлять за счёт локтей. То есть мы думаем не о штанге, мы думаем о том, чтобы поднять вверх локти. Если мы поднимаем вверх локти, у нас непосредственно происходит сокращение дельт. На первый взгляд кажется, что это просто, а на практике это достаточно тяжело. Практически любой человек, который начинает изучать технику, он пытается тянуть всем массивом мышц. Потому что, когда мы используем много мышц, мы становимся сильнее, так выполнять упражнения легче. А заставить себя работать в более сложной форме, то есть заставить себя выключить остальные мышцы, когда вы их можете включить, ну очень сложно психологически. Это нужно учиться делать. То есть опустили плечи вниз. Потому что, как только мы поднимаем плечи вверх, вот что происходит при узком хвате. Как только мы поднимаем плечи вверх, это осуществляется за счёт трапеции. А наша задача не трапеции тренировать, наша задача дельты тренировать. Для этого мы как бы должны растянуть нашу трапецию по спине, то есть опустить вниз плечи. Вот растянули мы трапецию. И только после этого мы тянем локти вверх. Вперёд и вверх. И вот если мы это будем делать, тогда у нас будут работать задние дельты. Сразу скажу, что вам не получится делать это упражнение в очень большой амплитуде. Почему? Потому что, как только ваши локти выходят за уровень ваших плеч, вот если мы идём выше, то у нас происходит сокращение трапеции. Почему? Потому что плечи поднимаются. А мы их должны держать опущенными. Поэтому вывод какой? Амплитуда у нас большой, не может быть в этом упражнении. Наклон вперёд, плечи вниз, спина прямая. Чуть-чуть присели в коленях, чтобы нам было удобно. Тянем немножко локти вперёд и в стороны. И при этом помним о нашей трапеции. Не сокращаем, не поднимаем плечи. Они у нас внизу. Происходит работа только дельтой. Это тяга штанги к подбородку для развития дельт-детка. Продолжение следует... Продолжение следует...